всем привет мои хорошие мои любыми иду до мамы несу там набрал и еды в сельпо зашел то того то сего то журнальчики почитать за приехал на такси потому что один пакет 2 рюкзак на шее и двумя транспортами с центра или транспортами как правило транспортами забираться неудобно с таксистом приехал быстро фич фич до свидания ой такое тут место знаете парковая зона прямо а сегодня в киоске короче покупал сигареты вышел утром на работу и значит женщина это вы соседа лет валентины афанасьевны это навреда швы ее сосед а шо с ней это я дали но не давно не журю но умерла говорю она ой говорит мне аж мороз по коже ну да умерла она говорит она моих девочек говорит ну и дорожала и у детей выход я не люблю когда пишут знаете метро выхода нет все знать обреченность выхода нет выход есть выход тут написать если хочешь дома всегда на всех раздавать если ты не мужчина тут рот открытый торчит бутылка оттуда тут пакет эндокринологичный центр утром усидели накручивать пальца а не что-то сказала сама типа хотя какой сама и я ж вот так люблю взрослая такая же себя как я дежурил целый день покажу за него я говорю пока нету только вот это начало мыть она зашла хочет потрогать и горд видела и постаре здесь с этим мальчиком как он заберешь домой кашки меня чуть-чуть осталось он накрыла я видишь полотенечка на этой тумбочке накрыла почти поела здравствуйте ты ты сегодня пила соду надо было и перекись один день пьется сода а другой день сода и перекись я сегодня выпила соду и перекись вечером тоже нет вечером не надо вечером то завтра только соду с утра ты должна сода потом час проходит перекись час проходит и ешь еще час да после видишь как у нас на выходные дни сынок зовут кушать а я еще набрала в набрала в я понял да я уже так все еду открываю сообщения смотри купить а маме цветы думаю ну да я куплю уже в такси еду меня я даже эсэмэски не смотрю меня не беззвучно то есть такси вызвал то я понял мама любит цветы да как у вас сахар что поесть улучшение да 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 хорошо и три единички только кулят сядь все сыночек так что хорошо сахар налажен здравствуйте 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 очень приятно хочу вас огня но теперь живого а вы тут лежите тоже так я уже давно там не снимаю что ж она до сих пор показывают уже другая это мне да а что это вика а мне когда совалка нету тех передачах мне неинтересно мастерши там сына нету поэтому там и молодые это мальчики молодые девочки вот надяда уже там у нее другие понимаете она за алу спросила мне не работает тоже не работает тоже да он встречался я рассказывал утром мы ждали парня чтоб кровь пальца брать я рассказывала что он ездил примечку встречался с асалой ну да снимались вместе там и это и цветы а сейчас уже нет красивый букет подарил ей тоже она общается со всеми с вами ну и как поскольку также не каждый же день мы будем созваниваться ну так если надо позвонить конечно чё нет ну что делать это сказать так мне как фабрика в россии ничего да а ну то же святое то ничего да если так ну правильно фабрика в россии значит ничего можно а сказать давайте так правильно в россии раньше на два-три часа начинается новый год что там такое если женщина и сказала давайте ответим по-российски сейчас а то нету ничего купил тебе капусту мама утаку это капуста тушеная спасибо чем она с грибами я просто с лимоном очень вкусно разрезай с лимоном это овощи паровые это ты все набрал это в кулинарии а когда в мене только там сегодня там на конце на спектакле есть а спектакль кулинарию ко мне а когда с домом привезли когда ты сгибался журналы не привезли да ничоком да весело было мама это не твоец это Олекса прислала сегодня забирала вот все шуми и туфли да да симпочку золотую женщина прислала меня на новую его я рассказал свою опять вона представляете стеки он туфли яки одни другие кожи они у них Олекса она сама вас любит тоже смотрит я только месяц как ушла от него ну второй пошел он взял на одной площадке мужчина один уехал в Грецию работать в Австрию не в Грецию не придумай да и этот Самуэлка снял ну ему что же надо снимать там все чтобы я не мешала ни шавы дела комната мы на одной площадке через одну квартиру прямо на одной площадке Самуэлл он открывает дверь раз заносит мне этот противень с рыбой раз соки надел я говорю когда я тут не буду полгода всего тут человек будет а то мне представляете как плохо будет он раз открыл дверь и принес лимон есты да ножики принесет ее мальчик Богдан зовут ну так высасывай это авокадо шерстила оно мягкое это другое немножко авокадо ты бачишь оно как другого цвета другого цвета ой перец вот это целую зиму мясо хлеб молоко ничего не яйца ничего не ем зато я все время вот эти витамины и меня анализы хорошие между прочим и не маглобин и лейкоцида пишут а шо вот сейчас анализы ты сдавала хорошие меня два дня брали отсюда кров вчера и позавчера отсюда кровь вот по них вот это биохимия как называется асфальца само собой берут на сахар последний раз меня сахар был вчера вечером девять не вечером четыре я каши стала есть немножко но он сказал на выходные не на утром никакой сегодня взяли я не знаю этот историй но сегодня они калорий инсулин да и вчера не только по пол таблетки в руках ваша я все пью ну да у вас одна почка Взяли у нас, а надо было, нашим 12 брали, и надо было вам спросить, он бы вам сказал за утро. За утро. Он так быстро, только я сдавала, по-моему, и Светлана, и вы с пальца, да? И все, он бегал с чемоданчиком, кричит, кровь, и пришел в 9 вместо 8. Поэтому и с завтраком такая проблема, нам же, если кому... Мамка, разбери, что там это, и я буду идти. А вот это нам кушать надо, вот такие. Это, кстати, сказали, что... Это в рейфрут. Вот его, когда онкология, его во время химии нельзя есть, одни пять проходит, вот неделя после химии. Можно пить, да, они лимфатическую систему разгоняют, как бы, вот эту лимфу. Рейфрут, именно лимон, лайм. Я петь, как я слышала. Вот, Хайся, у нас внимание. Я спасибо говорю Петру Алексеевичу, что я не могу себе купить ни грызглуб, ни лимон, ни черта. Хочет пойти... Она хочет пойти... А как вот на пенсию жить, вот как жить, если, не дай бог, вот что-то, какая-то болячка серьезная. Вот как жить? Никак, я не могу театр пойти. Когда я работала... А я говорю, 50 рублей билет впереди, это ж не дорого. Видишь, это тебе не дорого, а людям... Моя дорогая, не дорого. Я в 18-м году... Не дорого, а когда все посчитано. В 18-м году, сколько месяцев? Я два раза лежала в преднеправской больнице, и третья раз... Все выкачивает, я знаю, что такая больница выкачивает и все. И только год начался. Я сама лежала, когда самого не было. Я сама лежала, я знаю, что это такое. Так это благодаря, что, 1700 долларов пенсии. Да ну что это, да? А квартира, а все остальное? Хорошо, что два сына. Я бы сама не смогла, пока я есть от него. А что ты тянешь? Там яблоки, там лимоны. Я все не тащила, сынок. Вот, фрукты все, посмотри. Симик, перчик снимай. А я, что прям там снимай, что там перчик? А я не знаю, тебе есть что, чи нема, ты уже грибешь. А, ну так я же посмотрю. Сидаши маме, что-то... Вот, посмотри, вот это достань. Что-то маме высмотреть. Посмотри, вот тут. Уже разбавовали меня, там написано что-то, нет? Сейчас посмотрим, посмотрим, сынок. Тут, наверное, что-то есть. Я даже не знаю. Это когда ты получил, сынок? Сегодня. Ну, это маленький, это мне, конечно. Это маленький, я вижу мой размер. Тапочки такие. Красивые. Спасибо, Ирочка. Имя Ира, ник, псевдоним Олекса. Это из Финляндии. Вот эту цепочку мне вызвала. Красивая, да. Да, да, да. А что там еще? Да, 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 мы сейчас посмотрим. Может, записываем. А ты постоянно, да? Да, да, да. Я в больнице, я перебиваю. Ой, какая красота. Что я думаю? Это вот эту тюрьму, бубой размер, я же вижу. Она вроде бы какой родной человек. Высылает у меня такие косточки. Высылает оба, точно обувь на меня. Не давит ничего. Вот это вот такие макосички, посмотрите, кожаные. А дома туфельки черные, тоже кожаные. Вот цепочка. А вот такое покрывало, какое она мне прислала. Какие таких детей найти можно? Благодаря ему. А он говорит, мамка, дайте адрес. Я говорю, Савелка, ты и меня, весь свет меня тоже знает. Америка, все высылаются, все высветные. Ему для меня. А я говорю, благодаря тебе. Он говорит, нет, мамка, благодаря тебе. Ты меня родила. Так я аж плачу. Хорошая курица. Хорошая курица, да. Савелка, это на меня. Ой, Олекса. А то она и так задержалась. Месяц ничего не высылала. А то месяц может три раза выслать. Кошмар. Такие цветы красивые на 8 марта. Букеты, роз. Кошмар высылает. Так что вот так. Конечно, я в халате, но ничего. Посмотрим. Я думаю, подойдет. Да, как раз. Да я же смотрю на лобу, она все знает. Так я ее не вижу. Я ее ни разу не видела. Союзная. Да, это как раз вот сейчас. Сейчас уже жарко. У нас уже жарко. Ой, спасибо, Ирочка. Спасибо, зайчик. Ну, хоть раз покажитесь мне. Хоть раз. Я тебе покажу. А ты найдешь ее, да? Да, да. Есть, да? Есть. Я хочу видеть. Хорошая. Ты не обманывал, говорил, 64 года. Она, наверное, молодая. Она, видимо, влюблена в моего собачика. Ой, мама, мама. Болтаешься, попала. Ну, а что? Девись, тут вещи. Девись, я буду. Ой, Боже. А это что? Носки. Это все для меня? Ну, наверное, да. А записку я не вижу, сынок. Ну, это понятно так. Это понятно, что женское все. А что это? Вы же видите. Это чи носочки, чи шо, да? Ай. Ой, Боже мой. Три пары этих. Ой, это как хорошо. У меня такой близко нету. Шо, рукав по мне, Самуэлка. Ну, так рада. Если я сниму вот этот халат, одену что-нибудь, отлично. Спасибо, Ирочка. Спасибо, Ирочка. Тысячу разу. Господи, не тратясь, хватит. Он живет, Саня, или нет? Да нет. Не живет? Нет. Потому что за это не говорят, а мне интересно. По-моему, не живут. Они же как ездят туда, к нему. Да, она ездила туда. Я, властмедра. А это тебе, наверное, да, Саня? Да, это мне, наверное. А мы посмотрим? Да, я по-дома посмотрю. Ну, а я хочу. Ты тогда про Лик, себе покажешь. А я просто посмотрю здесь. Подожди, тут что-то еще написано. Написочка какая-то. А-а-а. О, ты щушок. Это тоже, наверное, тебе. Подожди, подожди. Ну, наверное, мама. Подожди, сынок. Тут написано для мамы. Для мамы. А ты говоришь, не смотри. Ты видишь, какой платочек. Ой, Боже. Ирочка, вы как с ума сошли. Да я вас ни разу не видела. Если бы нога не была больной, вот клянусь нестаться с этого места, собрала бы тормозок хороший с Украины. Села бы, поехала, встретилась в Москву. Я думаю, в ответ была. И что такое, голова человека? Посмотри, все время. Ну, это уже не тебе. Это я потом покажу. А мне надо здесь покажать? Да, влага. Снимай. Ну, ладно, сынок. И тебя она не... А тот раз, как высылала посылку, заходит. Я только не успела уйти от него через два шага. Дверь открывает, и моя дверь, где я жила на квартире. Ой, вам тут не скучно, да, наверное? Мама всю жизнь за пять минут расскажет. Такой красивый плед прислала. Но вы понимаете, хозяина мебель, такая маленькая, ну, наверное, то западная Украина еще мебель. Что у дивана такой маленький вот этот валик, не до конца дивана. Да, по второй комнате, которую я не занимаю, тут большой. Я накидаю этот плед, вот такие здоровые, этот, тигр с усами, голубые глаза, на весь плед. Это где-то 500 долларов, как минимум. Красивая, легкая, на такую большую кровать, как сейчас модная, знаете. Что человеку надо для счастья, да? Да, да. Много не надо. Мама, а ты чтоб ела вот это, все по чуть-чуть, понимаешь? Понимаю, сама. А вот это домой заберешь, и она готова. Целый день есть, да? Целый день есть. Мама, карточку я забираю, он отдал карточку. Посмотри, сынок. Это тоже забрать? Да, забери, да. Масло мне надо. Я сегодня двали пшеничную, я не ела, сынок. Я тебе сейчас расскажу. Вчера был у меня этот самый диетолог, потом описала, что мне кушать, поспрашивала, я все рассказала. Рассказала, что я пью, что человек с Америки нам высылает, чтобы я метастазы лечила, все. А я говорю, я фамилию не знаю. Говорю, как-то вот он профессор? Или кто сынок? О, видишь? Молодец. Миксы масла. Виноградное, оливковое, ляное. Так я и рассказываю. Борщ вегетариев, с кипрами, гречневой пшеницы, чечевицы, бобы, супы, рыба запеченная, компот без сахара, отвар шиповника. Это хорошо. Офсянка, гречневая, чечевица, рыба запеченная, салаты с сезонных овощей, с растением, миксы, да? Очень хорошо. Она меня спрашивала, сынок. Вот это все правильно написано. Это себе оставь. Да, я знаю. Ревматолог придет, да? Понедельник ревматолог. Я знаю, так я же ему сказала вчера, не забыла. Говорю, доктор, пожалуйста, чтобы я не скутергала. Попросите, вчера же была пятница, он, да, пятница жгул, а сегодня суббота. Я говорю, ревматолога или травматолога. Я говорю, я знаю, что у меня конечный итог операция. Но у меня нога до того болит. Пускай что-нибудь может не облегчить. Какие-то таблетки. Вот он сказал, что можно делать содовые компрессы. Соды, да? Да, компрессы содовые дома, да, уже. С этой соды что я пью? Да, можно с нашей соды. Очень простой, да? Просто. Это я лучше буду пить, пищу по чуть-чуть. Да? Да. На набережной гуляете? Кто? На набережной. На набережной. Да, не, один раз только. Один раз меня, Коля. Мне тяжело ходить, она, да. Мне тяжело. Коля один раз повел, Самылышкин друг, Самылка был, или на спектакле, или на репетиции. Татьяна Васильевна, что вы сидите? А мне вот, это вот хорошее, спелое авокадо, чтобы съела. Да? Да он тоже одна. Вот ножик будет, буду кушать. Нету ножа, я бы уже авокадо и лимон бы ела, еще бы добавила себе еду. То-то-то-то грызу, Самылка. Ну, слава богу, ты знаешь, как я рада, что доктор, вот посмотри, ты же был в онкологии и здесь. Здесь, допустим, тех условий нету, что там, там у нас телевизоры, умывальник. Ну, там что, там тебе уже знают, что там, тебе химию прокапали, растворы и домой. Да, ну, а тут тоже я долго не буду, я ж не лечусь, я просто определиться, что мне надо. Я ж давно говорила, у нас не получится. Может, я говорю, надо по таблетке пить этого глюха фарша и не надо уже инсулин тогда. Может быть, даже отменим это, посмотрим, вот два дня без ничего и кушай почти все, что есть. И яблоки позволяю себе и все, понимаешь, такое кушаю. Я не, не то самое. Думаю, ну, нету ни рыбы, нету ни мяса, нету ни молочка. Но, тем не менее, ты видишь, что... Нет, ничего же это не все. У меня, как его фамилия, его Вадим, Вадим Николаевич. Хороший враг. Красивый. Очень хороший враг. Хороший. А я люблю, чтобы был второй красивый и хороший. Как-как? Бурчак. Бурчак. У нас, знаешь, где Бурчак есть возле Белитуполя, там речка есть и есть такой поселок, Бурчак называется. Не забудем. Там, где я жила, в Белитуполе, Бурчак. Ну, прости, чтобы был твой лечащий врач, чтобы можно было позвонить, проконсультироваться. Да, я обязательно. Я обязательно. Ты не думай, я уже думала. Я вновь стою на консультации. Да? Я лежу, я живу здесь, здесь я живу недалеко и лежу здесь. И я к нему не могу попасть. Так что вам повезло. Доктор замечательный. Он сам, он сам диабетик. Сам не был? Он сам диабетик. Если расскажем про доктора. Уже много лет. И говорит, я специально пошел по этой, чтобы людям поправили. Ну, я сразу только вот увидел, сразу понятно, что врач хороший. Он так внимательно все изучил. Да, все расспросил, потихонечку. Он в словах вчера объяснил мне разницу между углеводом длинным, коротким и средним. А, есть и такие, да? А, есть и тот же углевод, который в соке, который в сахаре, который в меде, он короткий. Он сразу же мгновенно идет в кровь. А те углеводы, которые в хлебе, в яблоке, то, что надо пожевать, переварить, с клетчаткой вместе, это все длинные углеводы. Есть еще средние. То есть, нам нужны те, которые длинные, чтобы организм, прежде чем съесть этот сахар, еще и потратил на это энергию. А, саня. То есть, у него двести практически есть. Но нам нужны, ну, тут вот эти длинные. Длинные. И на два слова он мне сказал, я говорю, почему вот этот углевод не можно, этот нельзя. Там 8, и там 8 на 100 грамм. Потому что этот длинный, а этот короткий. Вот это все. Хорошо, когда толковый врач попадает. Очень хорошо. И диетолог хорошая, Марьяна Николаевна. Очень хорошая, молодая. Я люблю, чтобы и красивый был, и умный. Как обезьяны стояли два ряда. А одна бегает туда-сюда. Туда красивый, туда умный. Куда ты бегаешь? Чтобы мне разорваться. А Лидочка говорит, а что на молодости не красивые были? Он мои фотографии показывал. И были девочки, я называю свой возраст, девочки все радуются. Я думаю, я не пришел, и меня называют. Вот что же были девочки. Ты еще молодая, еще красивая. А мне приезжает скорая помощь. А я говорю, о, специально жарят. Ой, мы думали, тут старуха. Точно самое, то же самое сказали. А мы думали, тут бабка, говорит, а тут еще молодая. Это, говорит, молодая. Ну, а не смешно. А у меня здесь нет сморшечки. Вот эти, зараза здоровые. А я говорю, доктор, ну, что вы смеетесь с меня. Я говорю, смотри, у меня зеркало приходит. Я говорю, вот так прохожу. А он, да ладно. Я говорю, вы смеетесь с меня. Вы думали. Ну, молодцы, что так они все-таки комплименты. Надо не падать духом никогда. Никогда. Любочка привет с Киева передавала. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы здоравливаетесь, чтобы было хорошо. Мы не рады, не даром. Все время утром я ищу тебя. Ты еще в театре, она говорит, нету, нету. Боже мой, это ужас. Присаживай, сынок. Взял все. А что присаживайся? Садись, убери свое. Так, в тебе останутся вещи. Не, 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 зачем? Забирать? Зачем жарко, конечно, что я вон то выезжал. Понимаю? Что я в куртку буду? Нет, уже не знаю, как тащить. В пакете. 28-25 градусов я буду куртку одевать. Ты же знаешь, что я... А пакет учем? Не морозвячка. Пакет рука будет. А, в руках. Я сынок все сложу хорошо, как у ногу, и туда. Так, а вас скоро выписывают или еще неизвестно, что они пока еще не решили, да? Понедельник будет видно по результатам. У меня просто было очень острое состояние. Никто не понял, почему. Понял, участковый врач и быстренько вызвал скорую меня под пинком под зад сюда. Померили и сразу поняли. у вас какая-то интоксикация. Кочка одна, она не справляется. Поведем какая-то инфекция, которая зашлаковала это все. Конечно, было это все... А как с одной почкой? Вот оно поменялось что-то после операции? Вот как-то вы почувствовали, что ее нет или нет? Ну, немножечко быстрее уставать стало. У нее все-таки 56. Ну, вы не выглядите так. Не, мне кажется, надо ходить. Она молодец, она тоже не падает духом. Молодец. Ну, так и надо. Мы на беру, мы на работаем, мы на земле работаем, на дачу. За дедом с вами, угородом смотрю. Вообще. Ой. Ну, что это за Ирочка? Сколько мне шлеп? И вот. Уже пять посылок. Ну, кажется, цветы тут. Одними цветами не отделаешься. Ой, дети. Все дорогое берет. Все такое, Боже мой. Ирочка, большое спасибо. Ладно, мамка. Все, да. Буду я идти. Спасибо, сынок, тебе, что ты все покупаешь, что ты смотришь за мной. Собирай вещи, давай. Сейчас, сейчас, сыночек. Сейчас, сейчас. Сейчас я подошу. А ты получил смс-ку от Светланы? Получил. А я не сказала, что там. Уже сказал, да? Нет. Не сказала. Я не сказала маме, что я написала. Она ждет, не терпится, что же это будет. Да, да. Ну, не выполнил его. Ну, что я могу сделать? Поручение ему дала. Ага, поручение дам. Ой, да? Ну, ладно. В общем, вы читали. Ты читал, да? Да, читали, читали. Читал. Забирай вещи, то я пойду. Сейчас, сынок. Значит, что ты хочешь? Вот это оставлю себе. А что ты думаешь, что он знает, что мне есть? А ты читай. От лишних не дают, сынок. Я знаю. Это то, что мы делали. Только что по соде еще больше нельзя. Я знаю, если сахар один, можно мне яичку. Одни врачи говорят, два в неделю. Другие говорят, каждый день по яйцу. Смятка или вареная. А тут это яйца вообще нет. Мне кажется, тут похудела ты. Похудела. Я знаю сколько? 59. Была 60, да? Звесила вчера. Она меня диетолог. Пойдемте звесим. Я говорю, я и так вес знаю. Я тапочки снимаю. Покушала только хорошо. И она пришла. После завтрака, наверное, дальше. А там в коридоре весы стоят. А есть. Они вродно. Вродно. Ну, а мне сказали точно. Я встала. Я до этого же вставала. Ночью вставала. Попросила девочку, когда меня сюда привезли. Она сегодня явилась аж. А вчера диетолог. Пошли мы вместе с ней под ручку. Подержали меня. Я сняла обувь. 59. А рост, говорит, надо хорошо выпрямиться. Ну, может, там... Ну, в общем, метр 50 на 59 вес. Ну, нормально. Да. По идее, как раньше моложе была, у меня была таблица. Была родецкая женька журналы, крестьянка. И там была таблица. Вес, рост и возраст. И вот когда человек старше, возраст прибавляется. Но, получается, если, допустим, я метр 50, значит, я должна по молодости 50 килограмм весить. А когда постарше, на 10 килограмм добавляй. Не 50, а 60. Я в норме стою. Но похудала, да? На лице. Ну, как немножко, да, кажется. Домой приедешь, объестись. А я много не ею. Туда-сюда килограмм. Это чепуха. Я не переживаю. Я не переживаю. Вы у меня здоровы. Лишь бы оно там все нормально было. Замылка, да. Я думаю, если будет метастаза, и все хорошо, вот после второй этой, что мы делаем? Давай не загадывай. Ну, не будем загадывать. Вот и все, не загадывай. Да, потом я все равно, даже если все хорошо будет, я и то попрошу. Пятую и шестую химию. Для подстракт. Конечно. Вон там написано для мамы на пакете, на дне. Да, на пакете. А я не видела. На дне. Да ты бачишь. А, вот, вот, вот. Да, 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 да. Ага. Вот, для, да, для мамы. Оно вытерлось уже, сынок. Да, да. Просто вытерал. Ладно, буду идти. Сейчас, зайчик, я сложу. Спасибо тебе большое. Что, что устроите? А, будете купаться? Правильно. Кого-кого? Купаться иди. Сегодня. Пидем, пидем. Тут есть душ, да? Все есть? Есть, туда дальше, туда. Напротив, они паниционные, есть душ. Ну, здоровая комната. Там надо резиновый. Ей сын привезет, и мы сходим. В резиновых по очереди. Мы палату не бросаем, у нас ключи, мы закрываемся, на ночь среди. Здесь ключ, да, есть? Да. И в третьей палате, в третьей есть мужчины, повыходили, че на выходной, че шо. Она там лекарства свое ставит. Холодильник там, да. Я даже посольку ставила, ключ тоже третий у нас есть. Все у нас нормально само. Все хорошо. Ну, единственное, не так, как там. Ну, надо, что оно надо. А зато тут який воздух хороший. Окно открыто. А если она обидела? Вылезти на прогулку не хочет никакого. Да пойдем, ну, некогда. Все вручено. Некогда, а что ты делаешь? Некогда. А я что, процедуру? Процедуру. Процедуру. Пойдем, пойдем. Потом все мухи. Ну, можешь не одеваться вот так, да? Вот так вот. Завтрак. Потом между этим... У меня капельница... Это нам до четырех часов. Пусть не обедит. Короче, все по часам, по часам, по часам. До четырех часов у нас время будет? У нас часик максимум, да? Да. До четырех часов что? Нам теперь в четыре кровь в пальцах будут брать? Да. Так же? Да. Три раза берутся, Малка, на сахар. Вот после четырех время будет? Пойдем поугадать. Ладно, мам, давай, Лазиба, я пидел. Это будет бесконечно. Все, все, все. Не надо идти. Я хотела бы посмотреть, что тебе, Алексей. Потом посмотришь. Ой, а, ну, подожди, еще не все. Что тут еще? Подожди, еще стапочки. Лазита, я пиду, мам. Туда-сюда одевать, тут не пойдет эти тапочки. Тут вы можете купить. Все. Так, ты мне привезли. То читай, то это. Спасибо, сыночка. Карточку я забрал твою, да? Иди сюда ко мне. Иди сюда. Все, давай. Мой маленький зайчик. Давай. Ой, лапочка. У меня тоже сыночек Богдан живет с мамой, тоже холостый. Все мама расскажет. Хай бог милый. О, она рассказала, 33 года холостой тоже. Ладно, мамка, все, до свидания, всего хорошего, да. Спасибо. Пока-пока. Ой, что столовая напротив. Мама все расскажет. Это надо было пережить. Ну, а моя мама. Так, это не мой, 23-я, не моя маршрутка. Не знаю, что за маршрутка. Несу вещи домой. Ладно, всем пока.